Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, как перестать быть уязвимой, перестать печали, печалиться по пустыкам и принимать жизнь слишком близко к сердцу. Такой вопрос. Ну, здесь ключевой момент, наверное, заключается в том, чтобы перестать. Я всегда немного скептически относился к тому, когда люди говорили, что что-то перестало делать. Дело в том, что человек вряд ли может просто взять и перестать. Что-либо делать. Быть уязвимым для человека нормально. А другое дело, то, как вы с этой уязвимостью обращаетесь. Вот это очень важно. Потому что если вы от уязвимости бежите, если вы ее не выражаете, например, свою печаль, если вы не делаете, ну вот, из своей печали, да, не делаете каких-то, ну, я не знаю, может быть, может быть, каких-то стремлений, да, может быть, вы не делаете. Если вы не делаете из своих шивостов, вот, каких-то моментов, да, важных моментов причем. Вот, то есть, например, вот я печалюсь, допустим, по какому-то аспекту, аспекту, да, по какому-то моменту и так далее, допустим. Вот. Я, я поэтому печалюсь, и вот момент заключается здесь в том, а чего я хочу, например. А если, если меня это, допустим, ну, печаль, то что я хочу, чего я не хочу, вот. То, что вы описываете, это не что иное, как человечность, просто вы от этой человечности, на мой взгляд, стараетесь забегать, и чем больше вы бежите от этой, ну, своей человечности, тем нам, на мой взгляд, хуже только вам становится, потому что вы не можете от этого бежать, вы не можете сделать так, чтобы этой человечности не было, потому что она присуща каждому из нас, любому из нас. И, на мой взгляд, это, в общем и целом, является, ну, чем-то, чем-то таким, чем-то таким, абсолютно нормальным. Вот. Поэтому, в первую очередь, вам свои чувства необходимо проживать, чтобы улучшиться, видеть в этом, ну, не только какой-то негатив, да, но и учиться видеть в этом, в общем и целом, какой-то ресурс, какой-то ресурс для себя, наверное, и в этом заключается та помощь, которую может оказать вам психолог, не в том, чтобы вы, ну, я не знаю, не в том, чтобы вы, как вы, наверное, ждёте, перестали бы что-то чувствовать, нет, а именно в том, чтобы вот, свои чувства, чтобы вы перестали воспринимать свои чувства как врагов, потому что они не ваши враги, а не ресурс, это с одной стороны. С другой стороны, существует такой, пожалуй, немаловажный момент, который заключается в том, что вы принимаете, возможно, всё близко к сердцу по той причине, что вас это задевает. Важный аспект заключается в том, что вас это задевает не просто так, а задевает потому, что вас довольно легко задеть. И возникает, на мой взгляд, вполне логичный вопрос, а почему вас так легко задеть? Что в вас вот такого, да, что вас легко задеть? Ну, наверное, есть какие-то нюансы, какие-то основания для того, чтобы вас было легко задеть? И вот с этим необходимо работать. С этим необходимо работать. Чтобы вы задевались, но легко достаточно вставали после этого, чтобы на вас это так сильно не влияло. Это работа по принятию себя, то есть того, что вы себе не принимаете. И это именно то, что вы себе не принимаете, вас задевает. вас на мой взгляд довольно сильно. Вот. А соответственно такая вот история. Поэтому уязвимость это то, что делает вас на самом деле очень человечный. Взгляд это то, что дает вам возможность быть человечной, быть ну быть самой собой в том числе. Если вы не позволяете себе быть уязвимой, то вы не позволяете себе быть собой. А на мой взгляд это очень 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 и очень печально, очень и очень негуманно по отношению к вам. Потому что любой человек я уверен, что заслуживает того, чтобы быть самим собой. Вот. Этому нужно учиться, потому что это действительно определенная такая уязвимость, это действительно определенный такой вызов, это действительно определенный такой риск. Но по-другому именно что жить, да, по-другому на мой взгляд не получится. Поэтому решать конечно вам, вне всякого сомнения вам решать. Ну вот. Расклад такой. Собственно, проблематика решается данное еще более просто, если вы увидите, что на самом деле то, что вы называете уязвимостью своей, является просто шаблоном восприятием. То есть вы привыкли, условно говоря, привыкли видеть определенные вещи, определенную реальность. Вот так. То вот это действие, например, ну, какое-то конкретное действие является уязвимостью. Вот. и болезненно вам не сама уязвимость, возможно, даже, а то, что вы считаете эту уязвимостью. Ну и наконец, последний момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Последний момент. Это то, что если вы довольно близко принимаете к сердцу все, как вы говорите, то вообще-то это означает, что вам ваша жизнь интересна. Вероятно, не так, чтобы особенно была интересна. Ну, вот, насколько вы, насколько вы, к примеру, интересуетесь своей жизнью, да, насколько вы интересуетесь ею, что вас достаточно легко получается, судя по описанию, достаточно легко задеть. Вот, насколько ваша жизнь вам интересна. На мой взгляд, ну, не очень, не очень сильно. Потому что именно, именно, именно потому, что вы легко переключаете свое внимание на что-то другое. Понимаете, да? поэтому повысить интерес к своей жизни, вот, именно повысить его, да, то есть сделать вашу жизнь, свою жизнь более интересной для себя же, ну, наполнить ее, как-то вот подкорректировать ее, да, это точно так же поможет вам решить вопрос, связанный с тем, что вы сейчас описываете. Вот. заметьте, пожалуйста, не исключая из вашей реальности каких-то раздражающих и каких-то неприятных факторов, потому что эти раздражающие факторы, они есть, они будут, и они никуда не денутся, они нормальны, это часть нашей жизни. Ну, нравится нам это или нет. То есть, вот это тоже такой очень важный момент. Человек, который достаточно сильно, достаточно много, обращает внимание на что-то вовне, да, этот человек, как правило, слабо интересуется своей жизнью и тем, что, ну, вообще-то говоря, в его жизни происходит. Ни в коем, ни в коем случае это не обвинение вас. Ни в коем, ни в коем случае. Я прекрасно понимаю, что, может быть, вы и, ну, и хотели бы, может быть, вы и рады бы, но вот не получается. Поэтому, опять же, задача психолога вас научить в этом, в этом смысле. Потихонечку, потому что это процесс, вот, потихонечку, не сразу, не специально, но научить. Вот. Если вы, конечно, этого хотите. Если вы, конечно, этого хотите. Само собой. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с тобой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok